Сегодня существует большая проблема со здоровьем людей во всём мире. И я уверен, что наша программа — огромный шаг в решении проблем здоровья человечества. Так что нам нужно много коучей, помогающих многим людям. Перейдём сразу к делу. Проблема с другими программами на самом деле заключается в информации, которую они предоставляют. Это информация просто низкого качества. Есть одна программа, в которой принимает участие сотни разных лекторов, экспертов. Они просто выступают и рассказывают о своём мнении, о своей точке зрения. Это повергает слушателя в сильнейшее замешательство. Я испытал нечто очень похожее очень давно, когда прилетел во Флориду для участия в «Круглом столе». Множество богатых людей прилетели в одно место, и там были эксперты в сфере здоровья. Кажется, их было 10 человек. Я был одним из них. Мы делали презентации, чтобы помочь этим людям. Там были установлены столы. Кажется, там было 8 столов в комнате. И я сидел за столом со всеми этими людьми. Они задавали вопросы, а я излагал им своё мнение. Потом эксперты менялись столами, и уже другой эксперт излагал людям своё мнение. И в конце этого симпозиума все были в сильнейшем замешательстве из-за всех этих противоречивых точек зрения и советов. Итак, если 100 человек излагают вам своё мнение или дают информацию о том, как проводить коучинг в сфере здоровья или кето, результатом будет катастрофа. Ещё одна проблема других курсов — они не подчёркивают, что очень-очень важно, а что не важно. Они придают одинаковую важность всей информации. Поэтому вы не знаете, на чём надо делать акцент. Итак, огромное преимущество моего обучения вот в чём. Оно основано на моём опыте, индивидуальной работы с более чем 40 тысячами людей, более 30 лет. Так что у меня обширный опыт не только в работе с большим количеством людей, но и в тщательных исследованиях с целью выяснить, как я могу помочь этим людям в плане натуральных средств, в плане питания. А другие существующие курсы разработаны людьми, у которых просто нет опыта. Возможно, у них есть университетское образование, но у них нет опыта, а это огромная разница. Количество информации, которую я подчерпнул в колледже и которую я применяю, ничтожно. Колледж дал мне основу, но когда на практике работаешь с людьми, которым тяжело, которые полагаются на вас, платят вам много денег, вы должны помочь им, вы должны найти эффективные решения, иначе вы обанкротитесь. Пациенты платили мне сами, я не полагался на их медстраховку. Поэтому людям нужны были результаты. И в ходе этого обучения вы извлечете пользу из всего моего горького опыта, из всех моих успешных и неуспешных действий, чтобы вам не пришлось изобретать велосипед. Получая правильные данные и сообщая их людям, вы сбережете огромное количество времени. Итак, вам нужны правильные данные из хорошего источника. Вам нужно знать, что важно. Вам не нужно знать несущественные данные, не особо влияющие на жизнь людей. И вам нужно знать, как преподносить эти данные, как правильно просвещать людей, чтобы они быстро усваивали информацию. Я не получил канал на Ютубе, почти с 7 миллионами подписчиков, и сотни миллионов просмотров в месяц на блюдечке с голубой каемочкой. Мне пришлось реально научиться тому, как обучать людей, чтобы они понимали информацию. Так что одно дело — иметь правильную информацию, а другое дело — передать её так, чтобы люди её поняли, усвоили и потом обучали ей. На этом курсе вы узнаете информацию, помогающую людям стать здоровыми. И вы узнаете, как этому обучать. Вероятно, в колледже у вас были преподаватели, которые были очень умны, у них было много отличных данных, но как учителя они были ужасны. Вы будете работать с неспециалистами, с людьми, которые ничего не знают об этой сфере. Как преподнести информацию на правильном уровне? Как объяснить так, чтобы вас реально поняли? Для этого сначала вы сами должны понять это полностью. Чем лучше вы это понимаете, тем доступнее вы сможете это объяснить. Если вы не можете объяснить это доступно, вероятно, вы сами это не понимаете. Иногда, когда я обучаю людей, я стараюсь давать информацию под разными углами, с понятными им примерами, аналогиями. Именно этому мы и будем обучать вас. И хуже всего, когда кто-то тратит огромное количество денег и времени, чтобы стать коучем, но в итоге не может помочь людям так, как должен. В колледжах так тоже бывает, верно? Вы изучаете в колледже какую-то специальность, потом выпускаетесь, и вам приходится заново учиться тому, как делать это правильно. На моём курсе такой проблемы у вас не будет. Но главное в том, что вам нужно знать, и потом обучать этому других, чтобы они стали здоровыми и получили результаты. То есть люди будут платить вам деньги, а вашим обменом с ними будут результаты. Нельзя брать деньги, если нет результата. Вам будет не по себе, а люди будут недовольны. Они должны быть довольны результатами и направлять к вам других. Этот курс включает в себя здоровую версию кето-диеты и интервальное голодание, ведь они работают вместе. Мы также дадим вам много информации о питании, поскольку это взаимосвязано. Если вы не видели недавно мой сайт, у нас около пяти с половиной тысяч историй успеха. В мире не так много людей, кто собрал столько историй успеха. И причина этого в том, что информация, с помощью которой мы помогаем людям, это просто бомба. Вы узнаете то, что полностью меняет жизнь людей и сможете вытаскивать их из невероятных глубин к невероятным высотам. Помощь людям даёт удовлетворение. И чем больше вы помогаете людям, тем лучше у вас это получается, и тем лучше вы себя чувствуете от этого. Так что это точно не сводится к тому, чтобы получить ещё один источник дохода. Здесь дело в удовлетворении от того, что помогаешь людям. Если я не помогаю тысячам людей каждый день, я погружаюсь в сильную чёрную депрессию. Отчасти это шутка, но так и есть. Мне нужно постоянно помогать людям. Я просто чувствую себя отлично от этого, и у вас тоже так будет. Также на этом курсе вы научитесь тому, как правильно проводить оценку. В медицине, в лечении, даже натуральными следствами отсутствует оценка. Все, по сути, лечат симптомы. Даже практикующие врачи лечат тот или иной симптом витамином, но они не копают глубже, не выявляют главную причину. Так что вы узнаете причинно-следственные связи. Например, человек пытается похудеть, но он застрял и топчется на месте. Вы можете оценить его предысторию, получить информацию о его проблеме, сделать тщательный анализ и найти точную причину, почему он не худеет. Возможно, вам придется оценить уровень утомления или проблемы со сном. Вы должны знать, что причиной усталости может быть не только стресс. Причиной может быть и отсутствие сна. Причиной усталости может быть какая-нибудь легкая хроническая вирусная инфекция. Она не острая, но просто вызывает усталость, как вирус Эпштейн-Абар. Причиной усталости может быть и плохое пищеварение, нехватка кислоты в желудке. Возможно, человек делает что-то не то с киетой диетой, не ест достаточно продуктов, богатых калием, который дает нам много энергии. Так что может быть много причин. Вы узнаете все эти возможные причины и будете очень быстро перебирать их и выявлять, что именно человеку нужно изменить в своей диете или в образе жизни. Например, человек не может спать. Нужно посмотреть на его уровень стресса. Что мешает спать? Судороги в играх? Апноя во сне? Его дыхание? Ему нужно вставать посреди ночи в туалет? Приливы? Боль в пояснице? Есть очень много причин, которые могут мешать спать. Вы будете знать эти причины, и с помощью вопросов сможете узнать, в чем дело, чтобы найти корень проблемы. Ведь невозможно похудеть без сна. Возможно, его будет высокий сахар, феномен утренней зари. Человек вообще не ест сахар, но его сахар крови сильно повышен. И вы будете знать, как ему помочь. Вы также узнаете о нутриентах. Скажем, человек ест много продуктов с витамином А, но у него есть признак дефицита витамина А. Например, он не видит в темноте. Он принимает витамин А, но это не решает проблему. Благодаря полученной информации, вы поймёте, что для усвоения витамина А нужен хороший желчный пузырь и достаточное количество желчных солей. Без желчных солей витамин А не усваивается. Поэтому вы будете задавать особые вопросы по поводу желчного пузыря. Вы всегда будете знать, где искать зацепки и подсказки, и выяснять, что лежит в основе проблемы. Это называется оценкой, и этому нигде не учат. Но это то, что людям действительно нужно, и чего они действительно хотят. Вы также будете работать с людьми, которые достигли плато. Они уже на кето, возможно, они начали с вашей помощью, начали худеть, а потом застряли. Вы проведёте оценку по списку, проверите сон, уровень стресса, проблемы со здоровьем. Вы проверите целый ряд вещей. И, возможно, вы обнаружите, что человек на самом деле не застрял. Ведь вам объяснили эту идею, этот мощный принцип. Нужно стать здоровым, чтобы худеть, а не худеть, чтобы стать здоровым. И порой проходит несколько недель, прежде чем человек вообще начнёт сжигать жир. Ведь он должен стать здоровым, а в ходе этого процесса его мышцы могут начать расти, особенно если есть атрофия, особенно во время менопаузы. Поэтому очень важно знать, что в порядке вещей, а что нет. Если ваш клиент хоть чего-то не понял, он будет думать, что это не работает, так как он не худеет. И он уйдёт, и больше вы его не увидите, и он пойдёт на другую программу. Хотя на самом деле то, что он делал, работало. Он просто не понял, что вес снижается после того, как человек стал здоровым. И один из лучших признаков, точнее, даже лучший признак того, что программа работает, — это потеря аппетита. Не обязательно снижение веса вначале, а именно аппетита. Когда аппетит уходит, значит, программа работает, вы сжигаете жир, вы в кетозе. Это важно знать. Тогда вы сможете объяснить это своим клиентам, и они останутся на программе. Вы также узнаете много творческих подходов к решению проблем ваших пациентов. Скажем, человеку трудно отказаться от привычки перекусывать поздно вечером. Вы узнаете целый ряд вещей, которые позволят решить эту проблему. Что насчёт различных встреч, когда человек находится среди других людей, и там кругом еда? Что ему с этим делать? Что насчёт празднования дня рождения? А если человек выпил, что ему делать? Что насчёт стрессовых едоков? Что делать, если вы пошли на ужин в ресторан? Вы сможете провести клиентов через все эти трудности. Итак, вы изучите ряд модулей, состоящих из отдельных уроков. В каждом уроке есть проверочные задания, которые вы будете делать, чтобы изучить тему. Ответив на вопрос неправильно, вы изучите материал заново, чтобы полностью понять всё. По окончании курса вы получите сертификат. И значимость сертификата в том, что вы станете сертифицированным мной коучем по интервальному голоданию и кето. И этот сертификат имеет большой вес, ведь мои видео смотрит много людей по всему миру. И если вы сертифицированы по моим методам, это поможет вам завоевать доверие. Этого вам не даст университетский диплом, за которым не стоит конкретный человек. Это просто некий университет, а на сертификате стоит печать. Но это как лотерея. Может, качество будет высоким, а может, низким. Кто знает. Но почитав комментарии к любому моему видео, вы сразу увидите, что многим людям помогает моя информация. Уровень доверия высок. И люди оказывают большую поддержку тому, что я делаю, и тому, что содержится в этих видео. Итак, вот чем эта программа отличается от других программ. И вот почему вы нужны нам как коуч. Нам нужно, чтобы вы помогли большому количеству людей. Нам нужно много коучей, помогающих десяткам тысяч людей, чтобы преодолеть то, что происходит, по другую сторону. Я имею в виду лекарства, наркотики, некачественную информацию, проблемы, которых у людей быть не должно. Поэтому я сделал этот изумительный курс очень недорогим в сравнении с этими знаниями и способностью помогать другим, которую вы обретете. Этот курс изменит вашу жизнь и жизнь тех, кому вы будете помогать. Итак, ваш следующий шаг — записаться на курс и начать обучение сразу же. Это моё приветствие вам, и до скорой встречи на курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok